Владислав Гончаров работает спасателем 13 лет, а в соревнованиях таких участвует второй раз и надеется улучшить свой прошлогодний дебютный результат. Суть – проверить себя, проверить свои способности, выявить какие-то недостатки в себе и на что делать упор в дальнейшем. Это наша повседневная работа, поэтому какие могут быть тут бонусы. Вертикальный вызов высотой в 32 этажа брошен в этом году 60-ти областным спасателям. Эти соревнования посвящены памяти трагически погибшего министра МЧС Евгения Зиничева. Перед ними стоит задача включиться в дыхательные аппараты и в полном боевом обмундировании подняться на время на 32 этаж, то есть на кровлю здания «Белый ангел», самого высокого здания в городе Ростове-на-Дону. Врачи уже проверили, без допуска врача, естественно, никто не будет допущен. Ну, кто самый крутой? Газдымозащитник в области. Ну, вы сами знаете, для чего соревнования нужны, чтобы показать, кто у нас самый лучший газодымозащитник. И вот старт на первой ступеньке. Спасатели стартуют друг за другом через минуту и победит тот, кто покажет лучшее время. Как после рассказали, потом спасатели уже на пятом этаже стало тяжело, а после 20-го ноги просто не слушались. Дальше за завершение испытания отвечали только сила воли и вера в себя. Даже для профессионала это непросто. Некоторым понадобилась помощь коллег. Ну, где-то на 20-м этаже уже становится тяжеловато. Я надеюсь, что все-таки улучшил результаты, которые были в прошлом году. В следующем году также будем готовиться. Наш герой Владислав Гончаров до победы пока не дотянул. Первое место в личном зачете занял Александр Быков из Ростовской службы пожаротушения областного МЧС. На втором – Павел Настис из 10-й пожарно-спасательной части Ростова. Третье – у Дмитрия Примакина из специализированной ПСЧ Кулешовки. Им в награду кубки, грамоты и памятные подарки. А еще в этом году выявят лучшее звено газодымозащитной службы по Южному федеральному округу. Инна Билан, Тагир Фатахов, Первый ростовский.